добрый вечер украина я я старался сейчас . 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 Ну что ж, у нас сегодня последний вечер, наш совместный. Наш фестиваль подходит к концу, как бы это грустно не звучало. Да, и мы много вместе с вами прошли, много слов услышали. Завтра начинается жизнь более ответственная, потому что у нас больше ответственности. Мы больше знаем. Пришел час, був час на вивчення, а тепер пришел час для практики. Тому не забывайте все, что вы вивчали. Можете сделать себе такой план конспект. И только когда какая-то ситуация с приводом того, что вы вивчали, вы таки сразу, оп, у меня есть подказочка, все так и сделаю. Да? Згідно 26 книги Левит. Доброе, я хотел бы еще також нагадать про то, что вы забылися речи, або залишили свои речи, деякие из вас, зараз в зале, перед тем, как заходили сюда. И вот они сейчас находятся все абсолютно без винятка, біля выхода. Ось там кофточки, там одеялка. Так что, вот так вот. Раз, раз, ось. Добрый вечер, Украина! Я понял, почему меня не вышло, батарейка садилась. У меня тоже. Окей, ну что, хорошо, давайте мы начнем с молитвы и будем прославлять Бога в пении. Да, и я помолюсь, потому что у Игоря села тоже батарейка. Окей. Боже, благодарим Тебя за это время, которое Ты нам дал провести вместе в Твоем Слове. Благодарим за те истины, которые мы услышали. Помоги нам, Боже, жить этими истинами, доверять Тебе всю свою жизнь, Боже, и следовать за Тобою. Будь Ты прославлен в наших жизнях. Аминь. 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 Девочка-пай Будь прославлені, як рясний плітає земля, Як достатку тече ріка, будь прославлені. Будь прославлені, як постеля самодня скрізь, Як іду по долинам слизь, будь прославлені. Боже, так бій повертаю, тобі хвалі, Боже, так бій повертаю, будь прославлені. Будь прославлені, будь прославлені, Будь прославлені, коли в серці страждання суть, Коли тяжко свій хрест несуть, будь прославлені. Будь прославлені, будь прославлені, Будь прославлені, будь прославлені, На небе, Господи, у могослове. Ти дави, ти узяв, Ти дави, ти узяв, Слова ж мої письмі, О будь могослове. Ти дави, ти узяв, Ти дави, ти узяв, Слова ж мої письмі, О будь могослове. Будь ласкове на віки, Будь ласкове на віки, Господи, ми будь ласкове. Будь ласкове на віки, Будь ласкове. Будь ласкове на віки, Господи, ми будь ласкове. Будь ласкове на віки, Господи, ми будь ласкове. Пойте, Господу, святые его, Славте память святыни его, Ибо на мгновение гнев его, На всю жизнь благоволение его. Вечером водворяется плач, А наутро радость. И я говорил в благоденствии моем, Не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою. Но Ты сокрыл лицо Твое, И я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я, И Господа умолял. Что пользы в крови моей, Когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником. И Ты обратил светование мое в ликование, Снял с меня в речище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, И да не умолкает Господи Боже мой. Буду славить Тебя вечно. Спасибо. 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 Каждый день на устах моих Это славно имя Иисус Я не знаю имен других Лишь его я не познашу Мое сердце поет о нем Мое сердце поет о нем А спаситель и дивно мое Только он мне дает покой Его имя всегда со мной Всегда со мной Я буду славить Господа места Я буду помнить все его дела Я буду петь ему Аллилуйя Аллилуйя И когда солнце свет горит И когда солнце свет горит Загревая всю землю скрипой В моем сердце опять звучит Иисус он за рук со мной За рук со мной Я буду славить Господа Христа Я буду помнить все его дела Я буду петь ему Аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа места Я буду помнить все его дела Я буду петь ему Аллилуйя Аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить Съебу дела Я буду ведьму, аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить Съебу дела Я буду ведьму, аллилуйя Я буду славить Господа Христа Я буду помнить Съебу дела Я буду ведьму, аллилуйя Я жду, когда прольётся дождь Когда прольётся дождь Дождь твоей славы Весь мир и сохшая земля И сохшая земля В ожидании славы Ты сказал, что настанут те дни Когда дети земли Увидят славу неба Ты сказал, что на всякую плоть Дух Святой зальёт Силу благодати Для меня Твоё слово драгоценней Серебра, что испытана огнём Знаю я Твоё слово неизменно И ты вспомнишь его Я жду, когда прольётся дождь Когда прольётся дождь Дождь твоей славы Весь мир и сохшая земля И сохшая земля В ожидании славы Ты сказал, что настанут те дни Когда дети земли Увидят славу неба Ты сказал, что на всякую плоть Дух Святой зальёт Силу благодати Для меня Твоё слово драгоценней Серебра, что испытана огнём Знаю я Твоё слово неизменно Я жду, когда прольётся дождь Когда прольётся дождь Дождь твоей славы Весь мир и сохшая земля И сохшая земля В ожидании славы Я жду, когда прольётся дождь Когда прольётся дождь Дождь твоей славы Весь мир и сохшая земля И сохшая земля Готовься, готовься Готовься, готовься Готовься, готовься Готовься, земля Ты взойдёшь Готовься, готовься Готовься, готовься Готовься, gera queen Готовься, завж andra Субтитры создавал DimaTorzok Мессия, Который грядет День рождения Хорошо, что только раз в году, потому что мы бы только тут и праздновали И на этот раз На этот раз На этот раз Еще раз Мы попробуем так, сколько нас Сегодня день рождения У Лиды из Закарпаття Раз, раз Есть Лида Даже микрофон заработал Все для тебя Лида, выходи сюда В центр между нами Загадывай желание Молись Я шурчу Ветель, Ветель Окей, я хотел бы тебя приветствовать Подаровать тебе такую прекрасную Dark chocolate Yeah И побажать Вона с горюшками И хочу тебе побажать Чтоб в БОЗе ты была как этот мощный горюшок Який будет завжди стоять до останнего Будет таким мощный, мощный И... Давай тебе еще один подарок сделаем Кто... Как ты хочешь? Кто бы за тебя помолился? Выбирай Выбирай Кто за тебя помолился? Единственный шанс Никому Никому не давали такого Не слухай никого Вышел месяц из тумана, да? Он тоже из кармана Кто? Три, два, один Тика 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 Все Тика, у нас тут одна Молдова молится А, ты можно будешь Нет Нет День рождения сегодня у нее Все Потому... Ты только исполняешь сегодня Ну, в свое день рождение можно Давайте встанем по-моему Господь, это огромная честь быть здесь И спасибо, что ты сделал меня частью этой команды И спасибо, что ты дал честь узнать Литку И видеть ее доброе сердце Служащее сердце И прошу, чтобы ты был с ней И я знаю, как она видит твою руку в своей жизни И прошу, чтобы ты дальше очистил ее сердце Ее глаза, чтобы она постоянно видела Твою доброту и твою любовь И что бы ни случилось, она Чтобы она продолжила доверять тебя И чтобы мы Те, которые в ее команде Чтобы у нас была мудрость И всегда видеть, какие у нее нужны И всегда быть готовы дать хороший совет И хороший пример Аминь Мы помните, сначала чуть-чуть поговорили о истории Присепт Потом мы поговорили чуть-чуть об истории Или как правильно сказать О жизни Мии и Костелла И сегодня, думаете, мы тоже будем говорить Но о жизни кого? Как вы думаете? И родзинкой нашей программы Сегодня будет... Дэвид Артур Само так Окей, друзья И у нас, снова таки, до вас запитание Как вы думаете, сколько лет Дэвиду? Варианты Руки 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 Запамятовывайте, Лыся Так, есть рука Есть рука Есть рука Есть рука 49 49, но Неправильный вариант Так Там же была рука у Дениса Только с рукой Сейчас подожди тут есть 52 52 а алина ты говорила с дэвидом до этого девят вас рассекретили да правильно знаете мы мы спросили это потому что много от я вот слышал так знаете в массах а сколько девяту лет а сколько девяту лет и мы так позбирали как раз витальчиком а си питания окей хорошо но несмотря на свои 52 9 любит спорт итак внимание вопрос какой любимый вид спорта дэвида топ-1 была паша на где-то рука первая еще была вот там я ее видел причем я еще не задал вопрос она уже была я иду вот тут рука ярко ну еще раз связано с мотоциклами не не неправильно а там была рука ним по порядку надо руки в кого а я не знаю в кого то что ты делаешься ты предлагал там быть давай мази давай вот вася вася уже тянет другий раз руку американский футбол и цены правильно ведь по ведь окей давай он отсюда что-то 9 9 флор бол но тут будет важко сказали не не вот тут рука была правда уже нет ранее вот я шару катя закарпатский видирует микрофон баскетбол 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 но есть еще вариант на бокс баксин но вот кача бейсбол бейсбол но while now чес тенис 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 не стоп-стоп stop stop your stars don't want ok ok но ngolg gotta have more goals ненкенна нонананананананан подпалe They have to guess. Да, уже все знают. Понимаете? Какой вариант? А вот тут... Кёрвинг? Не, какие кёрвинг? Окей, да, ну... Дэвид сказал... Ну, знаете что? Никто из вас не назвал правильный вариант. Никто. А знаете почему? Потому что его любимый вид спорта — соккер. Ну, по-нашему это футбол, но когда я его спросил, он сказал соккер. Окей, то есть просто футбол. Да, вот удивительно, но в Штатах не очень популярный вид спорта, но Дэвид любит футбол. Соккер? Супер. Нет, соккер никто не сказал, я только футбол слышал. Да, соккер, ну тогда у меня плохой слух. Окей, идем дальше. Доброе, дякуймо вам. И наступное запитание. Улюблене хобби Дэвида. Кататися на мотоциклах. Моро Сайвен. Моро Сайвен. Это правда? Да. Давай 100 евро ему. А я даю 200, что ж ты такой жадный. Посложнее вопрос. Какая мечта у Дэвида? Моро. Моро. Так. Хлопшина, скажи нам, повидай свою думку. Я думаю, что он будет преподавателем. Мне кажется, что он уже преподаватель. Так. Кто там первый? Они сказали, что он был преподавателем. Они сказали, что он был преподавателем. Там, там. Все. Тут уже меня зараз растерзают просто. Прости. 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 Кто? Рассудите, рассудите. Давайте. Мотоцикл? Улюблена Мрия. Мечта стать мотоциклом. Мрия, придбать еще один мотоцикл, мощнее. Это отличная любовь мотоциклиста. Нет. Нет. Не такая простая, как вы думаете. Наступно. У него мечта, чтобы были черные волосы. 50-50. Потому что сейчас у него светлые, да? Окей. Есть еще варианты? Есть варианты, да? Есть еще варианты. Иду, иду, иду. Я тут постою. Да, да. Пусти, конечно. Ты ж молодой. Может быть, у него мечта, чтобы дописать все учебники на всю Библию. Вариант, но... Почти сделано уже. Но это не его мечта. Хорошо. Если нет вариантов... Есть еще варианты? Большая мечта. Большая. Большая. Ага. Увидеть... Все такие духовные, я не знаю просто. Чтобы уверовал весь мир. Чтобы уверовал весь мир. Хорошо. Давайте мы дадим возможность Дэвиду сказать. Окей. Дэвид, what is your dream? Кто не понял, чтобы был пресепт в каждом городе, в каждой стране, во всем мире. Следующий вопрос от тебя. Следующий вопрос от меня, это значит мне нужно вытянуть. Да, вы можете помочь Дэвиду с его мечтой, вы согласны? Кожен з вас. А кто готовый? Вы все хочете, а кто готовится сделать? Ну вот мальчик всегда руку тянет, он готов. Две руки, друзья, две руки, 300 людей, две руки, а ну все, уже поздно, шо вы уже? Окей, какая специальность или профессия образования у Дэвида? Какая специальность, профессия? Кто за профессией Дэвид? Кто за специальность? Давай, я молодой, я схожу. Сходи, сходи, дитину, сынку. Вы растёшьте сыну. Стоматолог. Стоматолог. Нет. Так, Андрюха, сейчас. Юридическое. Юрист. Ближе, но нет. Экономист. Экономист. Ещё ближе, но нет. Менеджер. Менеджер, yes. Бизнес-менеджер. Дай 200 евро, чи 100 евро. Да 200, та шо ж ты таки? Мелочица. Окей, давайте следующий вопрос. Какая первая книга, какой первый курс изучал Дэвид? Индуктивным методом. Первый курс. Да, я побачу всю ручку. Я побачу. И ваша ответ? Послание кремлинам. Кремлинам? Кто такие кремляне? Нет, неправильно. И? Ну, друзья, живовище, живовище. Давай, ты ручки. Даник, давай, скажи. Мы тебя почуем. Рики, шо казали? Чем ты слухал? Серьёзно. А есть ещё какие-то варианты, кроме римлян? Имена Бога. Имена Бога. Нет. Нет. Подсказка. Это не тематическая книга, а вот книга из Библии. Так. А какой завет? Это уже очень много подсказок. Казал Якова, да? Либо старый, либо новый. Филиппийцам. 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 Нет. Даниила. Даниил. Даниэл. Ближе. Значит, леткий. Бытие. Бытие. Genesis. Бытие. Бытие. Genesis. Is it right? Yeah. Yes. Бытие. Это логически, правильно? Начинать Библию с Бытия. Всё правильно. So, where else would Kay Arthur start her son in Bible study, but at the very beginning? Ну что, как вы думаете, откуда могла Кей начать учить своего сына, как не с первой страницы Библии? Да. Всё логически. Хорошо. Ну что, у нас есть ещё вопрос. На заметку. На заметку. Какую книгу Ветхого Завета он цитирует больше всего из того, что вы слышали до сих пор? Ну что, у нас есть еще один вопрос. Римлянам. Кажут. No. Not Genesis? Левит. Левит. Молодец. 25, да? Супер. Хорошо. Вы знаете, у нас ещё одно вопрос. Мы не могли просто пройти повз этого вопроса, поэтому мы сейчас передаем микрофон. Скажи, Девит, расскажи нам, будь ласка, расскажи нам, будь ласка, найсмешнейшую историю своего життя. Итак, держитесь. Однажды. У меня был джип, и мне нужна была одна запчасть. И продавец в этом магазине какой-то был новичок. Он помогает мне выбрать, что нужно купить для моего джипа. И он говорит, а где ты работаешь? Я говорю, я работаю в Пресеп Министрии. Он так посмотрел на меня. Он говорит, я вырос с Дэвидом Артур. Он не знал, что это я прямо. Я начал смеяться, не сдержался, но я так хотел спросить, и что ты о нём думаешь? Я, наверное, я немножко изменился с тех пор, когда он был маленьким. Супер, супер. Дякую вам. Да, но мы уверены, что у вас много их. Я, честно говоря, когда спрашивал, думаю, сейчас там, знаете, целая торба будет этих историй. Надо что-то одно выбрать. Хорошо, спасибо. Мы чуть больше познакомились с Дэвидом. И давайте поаплодируем Дэвиду за его ответы. И сейчас я бы хотел запросить Евгена Рындика. Взять интервью у Дэвида Артера. Нет, на самом деле мы будем говорить о том, как служение дальше распространялось. И Женя сейчас расскажет о своём служении, которое Бог ему поручил. Если можно, экран сделайте, пожалуйста. Не-не-не, экран ни к чему. Хорошо, друзья. Мы смотрели несколько дней о том, как работает служение, как мы можем брать людей в плен, как мы можем людям слово передавать. И различные инструменты. Мы слышали и детей, мы слышали и о тюрьмах, реабилитационных центрах. Я хочу, чтобы мы увидели ещё одно служение, которое лет уже 6-7 у нас есть в институте. Это служение, экстрим-служение так называемое, служение сплавами. Сегодня из вас есть многие уже люди, кто испытал на себя, на прочность. Не выключается ничего, да? К несчастью, да? Мы будем просто наблюдать картинку в таком виде. Итак, что же это такое? Это возможность вам, если у вас есть мужчины, и у вас есть сёстры, смелые люди, которые хотят себя испытать вот в таких видах спорта, поехать со мной на сплав. Я заслуженный моряк Советского Союза, у меня три ордена на спасение на водах, поэтому не бойтесь, да? Идите со мной. Я специально отрастил бороду, что вам совершенно было не страшно. То есть, и одеваю тельняшку для полноты восприятия. Что же это за время? Это время, когда мы 5-6 дней пребываем на воде вместе со многими командами, я прохожу. Мы месяц, ну, месяц я со своими товарищами живу, и мы встречаем команду за командой, и такое у меня удивительное время. Что мы делаем? Первый день до обеда мы изучаем Писание, второй день до обеда изучаем Писание, третий день до обеда изучаем Писание, после обеда мы стоим на воде. В это же время мы вместе кушаем, вместе готовим, ищем воду, ищем дрова. То есть, нету другого, возможно, места для ваших друзей, которые неверующие, или которые приближены к церкви, увидеть церковь в реальной жизни. Одно дело, что одно дело, что мы, ну, нас наблюдают в воскресном служении, да? Совершенно другое дело, когда люди тебя наблюдают в сложных обстоятельствах, когда тебе нужно реально потрудиться и послужить. Поэтому, если у вас есть команды и люди, которые могли бы попасть, ну, хотели бы быть вместе с нами, подходите ко мне, подходите к Рома Дуб, есть такой еще у меня сотрудник, сослужитель, и присоединяйтесь к этому служению. Это время, когда люди пять дней, как минимум, будут пребывать в слове и пребывать в настоящих таких хороших условиях жизни. Еще одно. Я ободряю и призываю не только братьев, но и сестер. Нет лучшей мотивации для братьев, нежели сестра с веслом. Было, есть и будет. Потому что у братьев опускаются руки, и они часто сдаются. У нас есть наставники. Наставник Кейн. Мотивация для нас, братья? Я о братьях спрашиваю, но сестры отвечают. Конечно же, мотивация. Глядя на то, как служит сестра Кей Артур, это мотивирует нас подниматься. На то, как служит семья Оглича и сестра Мия, это для нас мотивация. Сестры всегда задают тон, ритм тому походу. Ну и о детях. Впервые моя младшая дочь пошла со мной на сплав в 7 лет. Не бойтесь призывать своих детей везти на сплав. Соня, моя дочь старшая, которая здесь, она в 10 лет со мной пошла на сплав. И я уверен, это для нее послужило мотивацией ее жизни. Да благословит нас Господь быть смелыми там, где Господь дает нам вызовы. Аминь. И я бы хотел, чтобы мы помолились за это служение. Да? И я бы хотел попросить Алика помолиться за служение. Самый больший экстремал Алик здесь, да? Господь, благодарим тебя за то, что ты Бог богов. Ты владыка неба и земли. И ты, Господи, благословил нас, чтобы мы познали Тебя. Потом Господь дал нам много инструментов, чтобы через это, Господь, благовествовать Евангелие Твою. Благодарю тебя, Господи, за Женю, за эти экстрим лагеря, которые он организует с командой, Господь. Благодарю тебя за все люди, которые услышали Евангелие, покаялись, крестились через эти лагеря, Господь. Я прошу, чтобы ты благословил его еще и дальше. Благослови всю команду, Господь. И помоги, Господь, чтобы в этих лагеря попали еще много-много других людей, которые будут познавать Тебя, станут Твоими учениками, Господь. и Царство Твое будет расширяться и дальше. Во имя Иисуса Христа мы молимся и благодарим. Аминь. Аминь. Дай мне видеть Твою славу в том, что было и оставила шрамы. Дай мне видеть Твою милость даже в Твоем долгом молчании. Дай мне видеть Твою милость когда из-под ног исчезает земля. Дай мне видеть Тебя сильным там, где я ищербал Тебя. Я в оплоти моей пусть любого мои глаза узрят не глаза другого и стаевое сердце груди. Я знаю Искупитель мой жив. Дай мне видеть Твою милость когда из-под ног исчезает земля. Дай мне видеть Тебя сильным там, где я ищербал Тебя. Я в оплоти моей пусту Бога моих глазах узрят не глаза другого и стаевое сердце груди. я знаю Искупитель мою жизнь мою жизнь мою жизнь Субтитры подогнал «Симон» Христос во мне Христос во мне Упоманье славы золотой венец Будет место праха Христос во мне Упоманье славы золотой венец Будет место праха Христос во мне Христос во мне Субтитры подогнал «Симон» Присаживайтесь, друзья У нас еще одна презентация Сейчас будет еще одного служения Особенного служения И я думаю, свидетелями которого Вы уже все стали Знаете почему? Потому что оно прямо сейчас И здесь Вот на этой базе Оно осуществляется Ребята, братья, которые уже здесь Около двух месяцев Занимаются этим служением Я думаю, вы все догадались Кто это И что это И это Правильно Это флорбол Поэтому я запрошу Одного из тренеров Да, миссионерская школа Мы приглашаем Рому Я думаю, он всех остальных позовет Добрый вечер, дорогие друзья Хочу немножко рассказать О миссионерской школе Не так как о двух месяцах Более как о практических заданиях Нашей школы И это наша команда Мы можем видеть на фотографии Девять студентов Два тренера Директор и администратор Также на фотографии есть Василий Филат Очень рады, что имеем возможность Учиться у таких людей И первое миссионерское у нас Было задание Это поход Лагерь, а потом поход Расскажу о походе Нам попало село Барвинки Это Житомирская область Девятого и тринадцатого августа И вот это наша команда Все довольные С хорошим настроением Ишли на этот поход И да, немножко расскажу Как это все было Когда мы вышли с базы У нас есть чат, где мы Студентами общаемся И уже две группы написало Что они уже поехали Добираться Кто-то проехал уже полпути Кто-то уже заработал деньги Или получил деньги А мы еще с нашей командой Еще на базе стоим Ну как, возле базы В городе Буча стоим И никто нас никуда не берет Мы стоим уже И придумываем всякие системы Думаем, почему нас не берут? Может знак какой-то Мы встали там, где не можно останавливаться Может еще какие-то проблемы И мы не понимали, почему И придумали уже такое Что там каждый по 20 раз 20 машин проезжало И никто не останавливается И понимаем, что нужно что-то делать И мы поделились на две группы Нас 4 человека Мы по 2 человека То есть одни стоят вот здесь А другие пошли немножко дальше И мы стояли ближе с Соней А девчонки Аня и Василий Вася и Аня стояли дальше Ну, конечно, остановили Они первые сели Да, мы последние В общем, с горя пополам Мы добрались уже до трассы Доехали мы Но еще нужно было пройти 10 километров Вот, это фотография, как мы идем В это село А, вот Вот это уже мы пришли В общем, как мы попали туда Первое, когда мы пришли в село Нам нужно было изучить территорию Изучить контекст села И мы пришли Сразу увидели бабушку Она нам рассказала Сколько людей Чем занимаются И мы пошли в сельсовет Где могли просто, ну, спросили Есть ли люди, которым нужно помочь Мы, ну, вот такие, такие Мы занимаемся У нас есть задания Мы хотим помочь И они нам рассказали Что в этом селе В деревне они не Ну, они не приветствуют верующих У них две недели назад Случилась такая ситуация Что верующие Как бы ограбили бабушку Делая какую-то работу И все люди Они в деревне знают это И никто не хотел Вообще, ну, они Не хотели сообщаться С нами И мы пошли сразу Вышли с этого Совета сель Вышли мы И увидели Церковь Ну, мы думаем Возможно Пойдем к Православной церкви И видим Может Можно послужить Батюшке Или возле церкви Они могут направить нас Пошли мы Увидели там Ну, человек Который нам подсказал Где живет батюшка Ну, батюшка Нас направил Дальше Еще К другим В общем Все люди Они как бы постоянно Он говорит Нет, нет Ну, мы как бы Ничего не знаем Хорошая у вас Миссия Все хорошо Но идите дальше И наконец-то Мы пришли К этим людям Они нас приняли Мы много общались Ну, рассказывали Что мы хотим И они нам Рассказали Приняли И в общем Показали Ихнюю деревню И рассказали Что можно делать Очень много Мы с ними общались Но как бы у нас Как бы у нас Была дальше практика Мы с утра Мы пошли на тренировку Для них это было Ну, как бы Такой странный график Потом мы с ними Общались еще Рассказывали им О нашем Боге Ээээ Ээээ Это тренировка Да Бог дал нам Возможность Служить этим людям В которые Ну, в такую Семь, в какую Мы попали И мы делали Всю работу Возле дома В доме И когда было время Мы ходили изучать Это Ну, контекст Этого села Вечером у нас было изучение, мы вместе изучали, что говорит Библия о сексуальности Потом мы зарабатывали деньги назад, как добраться назад, домой Собирали яблоки, сдавали их, получали деньги И вечером уже, в воскресенье, мы попали к ним на служение Ну, конечно же, наши миссионеры, они уже сразу ворвались в церковь Уже их приняли, и за два дня они уже служили в церкви, они пели Правда, это было первое их практическое задание, они не знали Мы не знали, что это харизматическая церковь, для нас это было что-то новенькое Но это была классная практика Больше скажу о шагах веры Мы не знали, куда мы поедем, мы не знаем, как бы случилась наша ситуация Но мы очень рады, что Бог так дал, ну, такую дал возможность послужить этим людям И увидеть его в этом всем Это дорога назад, мы уже довольны, добираемся И второе задание у нас было это провести лагерь Город Ковиль, Волынская область, 8-13 июля Вот наша команда, на вокзале мы в Киеве И куда мы приехали, уже церковь, она сделала рекламу Они уже нас ждали И в первый день пришло где-то 44 человека 40-45 И мы приехали и узнали также, что в церкви не приветствуют индуктивный метод И мы понимали, что будет трудно, но ничего там не говорили Просто делали свою работу Нас было 4 миссионера и 15 служителей, которые хотели помочь организовать этот лагерь Вот, мы имели возможность говорить Слово Божье через индуктивный метод И показывали им, как, ну, показывали и учили детей, этих подростков Это у нас была подростковая группа Проходили мы тему «Господь научи меня молиться» И очень интересно, когда мы разговаривали с этими детьми Я видел в их глазах какую-то боль И, ну, они прятались постоянно Когда мы говорили об Иисусе, они смотрели на пол Они не хотели смотреть на меня Много говорили о грехе О том, что им близко И очень много разговаривали им о том, что есть любовь, есть Иисус Христос И я видел, как эти дети, они просто, ну, пугались каких-то простых вещей И много из них, они ходили в церковь Мы говорили о порнографии, о том, что это грех И очень интересно, что на протяжении уже двух дней, на третий день Несколько людей, они покаялись Дети вышли, говорят, ну, мы в конце молились И они говорят, мы хотим покаяться И интересно, что когда они говорили свои, ну, говорили свои грехи Потому что, говорю, если хотите покаяться, говорите конкретно Ну, о чем, почему вы хотите покаяться И они говорили, что кто-то обманывает родителей Кто-то еще, ну, и были разные Но я видел, как они плакали И просто все просили, говорили, просили прощения у Бога за все грехи Не уточняли конкретно И тогда мы, ну, мы дальше изучали с ними Пошел четвертый день И на четвертый день подходит ко мне девочка и говорит Я ужасно сижу в порнографии Она просто плачет и говорит Я не знаю, что мне делать Для меня это большая проблема Я не знаю, к кому мне обратиться И я понимал, что это, ну, серьезная проблема Ну, мы с ней помолились Потом подходит еще одна девочка Говорит, я сижу на группах аморальных Ну, я пишу там аморальные истории И я понимал, что здесь, ну, как бы нужно дальше говорить об этом Потом подходит еще одна девочка Это подружка той девочки И она говорит, я тоже сижу в этой группе И когда мы это все разговаривали Потом еще мальчик подходит Они все не хотели говорить публично Они все лично, как бы, меня там перестревали И говорили, ну, у меня есть проблема И я говорил это все, ну, организатору этого лагеря Который есть член церкви И я понимал, что это, ну, как бы проблема И ему нужно дальше с ними заниматься И мы, я их, ну, как бы с ним это все делал Чтобы направить Также у нас этот, вот этот, это Дима, который там, в этой церкви Он был организатор Еще у нас были дети 9-10 лет Еще одна группа, еще одна группа Это мы проводили еще флорбол В зале не было просто места Ну, все хотели играть в флорбол Всем было интересно, что это за вид спорта И мы рассказывали правила Они все играли Проводили игры на улице Также у нас вечером было изучение Где тоже ребята с церкви, они изучали с нами И его жена Яна, она не приветствовала индуктив Для нее это было Она говорит, зачем писать вообще в Библии что-то Зачем что-то там рисовать Но Дима, он не слушал это и просто с нами изучал И потом на третий день она тоже села и с нами изучала И очень интересно, что уже третий, четвертый день, пятый день Мы очень хорошо завели отношения Мы с братьями пошли в баню Ну, пообщались хорошо Ну, очень много открылось людей в этом процессе Также у нас были тренировки Все они участвовали с нами Были, ну, везде с нами Вот эта вся команда, с которой мы работали И мы здесь обсуждали, как закончить этот лагерь Как, ну, до конца довести его Это первая группа Всех мы поздравили Дарили им такие сюрприз Ну, подарочки, кружки с имем лагеря И с стихом с Библии Еще одна группа И мы всех представляли Дарили подарки Это на закрытие лагеря пришло очень много церкви Пастырь пришел, родители пришли И было, ну, очень интересно наблюдать над тем Как они, ну, как их отношение менялось К Слову Божьему и к нашему подходу Как учить людей И в конце мы делали призыв Это те парни и девчонки, которые покаялись у меня на группе И потом Вышли еще С разных групп Они рыдали Вот видите, девчонка, она просто плакала И говорит Я не слушаюсь маму И я делал, ну, я Обманывала Она просто плачет, плачет Я не знал, как ее остановить Я смотрю, она просто не останавливается Да, они все молились И Вот это весь лагерь Ну, который В конце уже было 60 детей где-то 4 группы По 15 У кого-то 13 У кого-то больше У кого-то меньше Но очень Каждый день приходили все больше, больше, больше детей Но после этого После лагеря Ну, как бы Дело продолжалось Это Дима Он начал работу дальше с этими, кто покаялся И они проходили курсы Истинные взаимоотношения с Богом Я с ним проходил, а он передавал им этот курс Он говорит Я не знаю, как мне с ними работать Его слово, оно тоже цепануло И он хотел дальше Ну, им передавать Открылась команда флорбольная Сначала пришло 33 человека Потом 35 Потом 38 Сегодня уже их 40 человек И они поделили на две команды Одна взрослая, одна детская И они изучают Как сделать правильный выбор О котором не будешь сожалеть Он так же Мы с ним проходим Он дальше все передает И В общем Видим, что мы проходили курс Господь научи меня молиться Всего за лагерь пришло где-то 60 детей 15 человек из церкви Это которые нам Помогали 12 детей Которые примирились с Богом Сначала пришло 9 Потом еще после лагеря Он мне пишет Говорит, что еще 3 человека Они покаялись Ну, это с нашей группы Которые ходили к нам в лагерь Образовалось 2 флорбольные команды Это взрослые Подростки 20 человек И дети 20 человек И они Ну, делают Продолжают тренироваться И изучать Образовалась одна группа Состоявшаяся из подростков Которые покаялись в лагере 6 человек Потом эти Еще Подключились И один человек Который принял решение Поступать на основной Уровень Он 2 сентября Хочет поступать В город Ровно На сессию И учиться Как дальше Передавать это слово И 3 подростка Имеют желание Учиться в школе Тимофей И это Дима Который Хочет поступать На основной уровень Он был С нами На фестивале Может кто-то его видел Ему очень понравился Дэвид Артур Как он Передает это слово Потому что Он видел Совсем другие примеры И для него Это было очень интересно И он Имеет большое желание Дальше Передавать это слово Божье Спасибо Дякую Спасибо за идею школы Потому что Уже будучи здесь Каждый из нас Студент Он увидел Что это очень сильный Инструмент Это подготовка Тебя как лидера Как служителя Для церкви И как сильного тренера И также Немножко расскажу Вам за лагерь Лагерь Который мы проводили С командой В городе Бровары Но я не буду Долго на нем Останавливаться Потому что Много из нас Делают эти лагеря И это был Обычный лагерь Мы ехали только Не знали этот город Мы не знали этих детей Нас отправили туда Вот наша команда Так мы стартанули Это первая встреча Интересно было то Что когда мы приехали В Бровары В первый день Шел большой дождь И когда мы вышли На улицу На место встречи Куда должны были Прийти дети Там никого не было Ни одного ребенка Просто мы приехали В лагерь Нас было Четыре лидера Из школы Миссионерской И мы взяли Шесть помощников Волонтеров Из наших городов Мы приехали туда Вышли на эту площадку И нету никого Прошел большой дождь Калюжи просто Лужи по кругу И мы просто понимаем Что нету Нету детей И мы стали С братьями Мы начали молиться И говорить Что если даже Никого не будет Мы возьмем И будем идти Мы будем делать площадки И будем собирать Этих детей И все равно Будем преподавать им Будем стараться делать то Ради чего мы приехали И как только мы помолились Идет шесть-семь человек И говорят Где этот лагерь Где этот лагерь Они нас искали Мы немножко стали Не там где нужно было И вот этот костячок Он просто пришел Мы завели их на базу церкви Потому что погода была плохая И там уже По чуть-чуть По чуть-чуть Вещи на свой опыт Потому что все из нас Проводят эти лагеря Но он учил нас доверять И идти Знаете Вот так верой Было изучение Был флорбол Были игры Была интересная программа В этом всем процессе Мы учились работать С детьми И просто любить их Потому что Были знаете Такие дети Которых было Очень тяжело любить Но каждый из нас Он проходил Какой-то процесс Был разный возраст От маленьких детей Четыре года У меня была Самая младшая группа И когда я открыл учебник Господь научил меня молиться Они на меня смотрят Я говорю Там девочка была Шесть лет Говорю А вы русский язык понимаете? Она такая А это тот Над которым мы говорим? И она это сказала По-украински Поэтому я понял Что они ничего не умеют Говорю Умеете читать? Да, умеем Ге-е-е-е-е Ну и я понял Что нужно менять полностью Я никогда не работал С таким С таким категориям С таким возрастом детей Поэтому нужно было Быстро-быстро менять И слава богу Была сильная команда Которая могла Знаете Каждый стал на свою точку И сделал хорошо работу Это Костя Костя, который вчера Выпустился из школы Тимофей Он вел группу Дети были в восторге Просто от того Как он ведет Как он доносит истину детям Им Им Они потом делили Что им очень понравилось Это Денис Тоже тренер клуба Из города Днепр У него была самая старшая группа И тоже были свои процессы Когда было тяжело По дисциплине Или еще что-то Но он Постоянно делился с нами Что тяжело Не могу И мы искали Знаете Такие какие-то решения Давай их будем мотивировать Давай я куплю конфеты Давай там то Давай то И Интересный момент был Был один мальчик Максим И он Я не знаю Будет ли он Нет Не будет наверное Максим И знаете Он постоянно ко мне подходил Потому что я был как ведущий Он подходил А у нас будут подарки А когда вы дадите нам подарок А какой подарок сегодня Я ему говорю Давай так Играем с тобой в одну игру Если ты еще раз говоришь Слово подарок То я вообще тебе Ну я тебе не дам подарок Он говорит Ну хорошо И он держался Держался И в последний день Он такой говорит А когда И так сделал просто Он понял Но он не сказал И все равно В конце получил этот подарок И во время лагеря Мы изучили курс Господь научи меня молиться Было 25 человек 25 детей Которые изучали И также мы командой Проходили курс сексуальность Мы сидели У нас было 10 ребят Молодых И таких более старших И мы могли просто говорить На темы Которые нас волнуют Изучать вместе с ними Провели две встречи По подготовке И помощи Новой команды В Браварах Вчера Тоже брат здесь Выпускался Из школы Тимофея Саша Исков И вот с ним И еще с его другом Мы провели Такую С Давидом Встретились с ними И помогли им Как продолжать развивать клуб Потому что у них были вопросы Мы это видели со стороны И просто что мы видели Мы этим служили И помогали Больше хочу поделиться Поход в село Кулаженце Я вам скажу Что миссионерский поход Это первая практика В моей жизни Никогда такого не было Чтобы Когда у тебя в кошельке Есть деньги Но тебе нужно его оставить Когда у тебя Есть что с тобой взять Какие-то там заначки Запасы Ты должен это оставить И ты должен просто Все что у тебя есть На что ты можешь опереться Ты должен это оставить И пойти Знаете В такое путешествие Только рядом с сильными братьями У меня было в команде Два брата Сейчас на фото покажу И знаете И вместе с ними И вместе с Богом Проходить этот путь Вот так мы стартанули Мы с утра вытянули бумажку Где было написано Кулаженце И мы себе купили Такие Я не знаю Есть тут Такие Три крестика Купили себе И знаете Как священники Просто мы Доставали эти крестики Когда на фотографиях И мы шли Как миссионеры Я вам скажу У нас был Очень такой Эмоциональный Запал внутри Потому что Это что-то новое Мы никогда это не делали И знаете Эти эмоции Мы просто шли Когда шли на дорогу На автостоп И мы с братьями говорим Вот это круто Вот это Бог Будет себя показывать Вот это Ну У нас было реально Знаете Внутри Такое восхищение Но знаете Эмоциональный Это было так Ну это было реально Это было просто Божье благословение И мы сразу Фото Скидаем В нашу группу И мы понимаем Что за нами смотрят И уже нас Так Уже смотрят на нас Не так Не Ну это шутка Потом нас взял Один Сергей Вроде бы Взял нас Автостопом Вез Киев Нас И мы с ним Говорили много О его семье Задавали вопросы Говорили о церкви О Библии И говорили Знаете Пытались его Вывести на разговор Но он был Такой Немножко замкнутый Он нас привез В Киев Мы зашли на мост Вместе с братьями Еще раз Помолились За нас За этот поход За каждого В походе Кто был еще И интересно Что Вернусь еще Интересно Что мы вышли Мы думаем Куда нам идти Мы не знаем И когда были вопросы Что мы дальше делаем Я говорил Я не знаю И тут мы решаем Давайте пойдем На Хрещатик Пойдем к Макдональдсу Там сядем Передохнем И выйдем Просто на улицу И попробуем Заработать денег Потому что нам нужно Было доехать И когда мы пришли туда В Макдональдс Мы сели И я думаю Нужно Нужно поизучать Потому что мы с утра Встали Мы не изучали Я думаю Нужно просто взять Направление какое-то И просто побыть Вместе в слове Мы открыли Матфея Открыли молитву И начали смотреть И взяли оттуда Красивый принцип Где Иисус говорит Ученикам Что не только Ученикам Всему народу Он говорит Что не заботьтесь И даже не говорите О том Что нам есть Что нам пить Во что одеться Где нам переночевать И мы взяли этот принцип И говорили Давайте возьмем так Мы об этом даже не говорим Потому что если говорим Это показывает наше сердце Мы решили Мы на это не переключаемся Идем дальше И приходит нам идея Давайте пойдем на базар Давайте будем где-то искать работу И потом тоже Знаете Мы обсуждаем Говорим и говорим Что мы тренера Наш заработок Это наши клюшки И мы решаем Идти просто в парк Мы заходим в парк Находим площадку с детьми Быстро достаем клюшки Проходимся по парку Собираем детей Говорим, что через 10 минут У нас будет турнир И собираем детей Было много детей Это дети, которых мы просто Первый раз видим Они видят нас Первый раз Их родители Мы просто достаем клюшки Говорим, приходите Сейчас здесь будет турнир И они просто все так быстро Мы поставили У нас были ворота Моя бутылка одна Вторая и два тапочка Это были наши ворота И мы играли просто На дорожке, где ездят Вот эти маленькие машинки И на нас тоже там кричали Но мы делали то, что понимали То, чем у нас научили И было много детей Было около 15-18 детей Рядом стояли их родители Они смотрели, они наблюдали И они задавали вопросы И мы проводили эти игры для них И когда мы провели игры Когда мы провели игры Мы представляли себя Говорили, кто мы И потом сказали, что Наша миссия вот такая Мы едем в село У нас нет денег Мы не можем туда добраться И говорим Если вы можете То вы можете нам помочь И знаете, что было интересно Просто родители начали доставать деньги И через детей давать И мы собрали 196 гривен Собрали Это был наш заработок Который мы заработали тем, что умеем И уже с этими деньгами Мы идем У нас 296 гривен Получается с той соткой И мы идем И Андрей говорит, что Так хочу мороженого Так хочу мороженого Из КФС В шоколаде такое вкусное Я говорю Ну давай будем Давай просто помолимся Но сейчас мы не будем его покупать Он говорит, хорошо Мы помолились Идем такие счастливые, радостные Мы потом пообедали И ждали Пришли Мы купили пока что Такое мороженое Простое Сели просто На автовокзал И ждали нашу маршрутку Когда мы приехали в город Нас там Знаете Встретила одна Продавщица в магазине Мы туда зашли Начали с ней говорить И она Говорит Вы в этом городе Ничего не сделаете Она говорит Здесь вас никто не пустит И знаете Мы это увидели Это действительно было так Заборы На улицах Никого нету Кто-то выходит Только в магазин И назад Тяжело Кого-то вывезти Нету никого Просто серый город Но она говорит Я могу Все что я могу вам сделать Это сделать мивину Дать какой-то там Кусок хлеба Сосиску Вы можете поужинать Мы были Просто счастливы Мы ели эту мивину И Наслаждались Этой сосиской Которую нам дали И она говорит Завтра с утра Я вам дам кофе С булочкой Так что приходите И мы такие Вау У нас с утра Есть завтрак У нас есть У нас есть Где перекусить Мы искали ночлег Бог нам усмотрел Ночлег тоже И Знаете Когда мы с утра Встали На следующий день Мы Отдали ключи От ночлега Это было Около 6 утра И Мы сели Просто под грушу И я вижу Что мы Разбитые Мы разбитые Тем что Мы не знаем Что делать Мы не знаем Куда идти Мы просто приехали И мы Сидим Эти маленькие Игрушки Едим Потому что Мы голодные И Я понимаю Что Нужно Поднимать Я понимаю Что мотивации У меня нет Но Она есть У Бога И в Его Слове И я говорю Давайте мы Откроем Просто Прочитаем С утра 13 главу Деяния И Знаете Деяние Это книга Которую я Очень сильно Люблю Это первая Книга Которую я Прочитал После покаяния И Я вам скажу В то утро В то утро Когда я читал И мы вместе С братьями Рассуждали Над этой главой Над 13 главой Я как будто Ее никогда Не видел Я просто Ее читал И я понимал Что Павел Сейчас на миссии Так же самое Как и мы И он Ни разу не говорит О ночлеге Он ни разу Не говорит О питании Он говорит Я проповедовал там Я ушел туда Я делал это Я совершал там И там меня принимали Там били Там уверовали Там то И я просто Когда прочитал Я говорю Я никогда Не видел Что он Знаете Вот такой Что он человек Он всегда Переживал Тоже эти проблемы Которые мы Сейчас переживаем Поэтому Мы взяли Направление Мы говорим Что Сегодня Мы просто Делаем этот день И делаем его Направляем на проповедь Мы будем делать Все Что сможем Чтобы проповедовать Людям И мы идем С утра С братьями Это вечером Была встреча Когда мы приехали Мы собрали еще детей Вечером В первый день В пятницу И сказали Завтра Приходите сюда Мы с вами будем Просто заниматься И Вот так началось Наше утро Мы изучали И мы взяли Направление Что мы проведем Три встречи в этот день С утра мы проведем Тренировку В обед Мы встретимся С молодежью Это вот эти вот Ой-ой-ой Это вот эти вот Парни Девчонки Это Им лет 16-17 Они уже встречаются Между собой И Мы решили С ними тоже встретиться И вечером еще сделать Клуб Для всех То есть Такие Три встречи И когда мы запланировали Эти три встречи То Знаете Что нас ждало? Мы Мы просто пришли Мы провели Утром тренировку И Мы собирали детей Ходили по селу Просто Нашли одного Нашли второго Он говорит Я знаю там Я знаю там Мы просто ходили По всему селу Их собирали Собрали Пришли Провели тренировку И потом Одна мама говорит А вам есть что есть? Мы говорим Ну Нет Она говорит Давайте Я вам На обед Я вам сделаю Обед И Когда мы Пришли Это Мы были в шоке Просто Три семьи Сделали нам Обед Три семьи Собрались Это все С чьими детьми Мы занимались Вот так Так нас Бог просто Благословил И она говорит Я вам сделаю И ужин И завтра Завтрак Так мы проводили С детьми Время Была одна девчонка Она подошла 12 лет Такая маленькая Она подошла Мы убирали там Крышу делали Ну Мы служили Помогали И когда мы пришли Одна девчонка была Она бегала За нами постоянно Она говорит Вот эти вот дрова Мы вывозили их Она говорит Не выбрасывайте их Мы говорим Почему? Завезите ко мне в двор Мы завозим в двор И говорим Зачем? Она говорит Я вам сварю кукурузу И мы такие были Мы были в шоке Просто Мы работали потом Целый день И она просто приносит И дает нам кукурузу И мы просто Знаете Было видно Божью заботу Знаете через кого? В этом селе Были верующие Но мы видели заботу Через матерей И детей Которые Бога не знают Хотя эти верующие Христиане Они знали Что мы здесь Они знали о нашей нужде Они знали Что мы есть Но Они никак Мы отдавали ключ Там, где мы переночевали И эта женщина Которая Верующая Она не позвала нас в дом В 6 утра Мы просто остались на улице Проводили с детьми игры Играли Вот эта семья нас кормила Вот такие вот Маленькие Его зовут Сережа Но он называет себя Сиоза Да Такой Без зубов еще И Очень много С этой семьей Много Историй Есть Просто мало Время И Ну не хочется Мы с ними сидели Из села Верующих Всего 3 человека И Эта церковь Знаете Эта церковь Это здание Которое открывается На 2 часа В воскресенье Это не церковь Знаете Церковь Это люди Которые живут И которые На город свой Или на свое село Они влияют И мы пришли Мы созывали всех Детей Подростков Молодежь Призывали их к покаянию Каждую встречу И призывали их в церковь Приходите Мы будем проводить служение И когда они Когда они пришли Пришли немного Интересный был момент Семья Которая нас кормила Они говорили Да Мы придем Мы будем Мы с ними познакомились Мы говорили им о Боге Говорили им о Слове И Когда я уже Перед собранием Шел еще раз их звать Они говорят Мы придем Я захожу к ним в дом Открываю дверь И они сидят Там Муж Она Еще там Соседи Друзья И они такие Знаете Ну алкоголики Все Ну очень пьют И она Я вижу У них на столе Стоит бутылка И я говорю Мы вас ждем А она смотрит на меня И я увидел Как она просто Она краснеет Она краснеет И она говорит Я сделала глупости Я говорю Ничего Говорю Пошлите в церковь Христос Христос Они захотели прийти Пришла только одна мама И подростки Подростки С которыми мы занимались Мы проводили служение Проповедовали И в конце После проповеди Я призывал ребят К покаянию И вышло два подростка Они говорят Ну Мы хотим покаяться И мы молились с ними Это два парня с Киева Которые приехали В село К своим бабушкам И буквально за один день Они стали нам родными И Ну Вот так вот Ну и сейчас тоже Поддерживаем контакт с ними Очень интересно У нас была дорога назад Мало времени Поэтому не буду Не буду забирать Это Тоже фотка в церкви Это так мы ехали назад И Во время похода Мы провели турнир в Киеве Около 15-18 детей В селе Работали с детьми Около 12 человек В селе тоже работали с молодежью Четыре человека Эти вот это постарше Мы с ними У нас был курс сексуальность И мы с ними сели И разобрали историю Амнона и Фомари И поговорили До чего Может привести грех в их жизни И Ну Призывали их к покаянию Просто сидели Их было четыре человека И я открыто говорю Что Если ты сидишь Там был один парень И три девчонки Если сидишь в порнографии Это грех Ты будешь за это наказан И он смотрит на меня И я говорил Ну Покайся Попроси у Бога прощения Эти девчонки Они сидели Слушали Ну Хорошие отношения Просто Хотя мы с ними знакомы Были Один день только Ехали автостопом На трех машинах Где тоже Пытались говорить С людьми И На служении Было около Десяти человек С которыми мы Общались Тоже Едва Два подростка Покаялись Чему меня лично И Каждого из нас Научил Бог Такой простой фразе Что Миссия Это не борьба за выживание Но Борьба за проповедь Евангелия И Это нужно Всегда помнить Это нужно Понимать И Я это знал Но Я увидел Что Не всегда Ты так Поступаешь Но Бог дает Возобновиться Бог дает Направление И он Дает Как дальше Идти У веровавшие И Это видео Там Можешь включить Коротенькое Видео Субтитры Субтитры Проявила инициативу Кто хочет Чем Хочешь Субтитры 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 Приехали Перед тем Как был Андрей Там Хочу показать Это нас Благословляла Эта церковь Которая Нас Отправила То есть Если взять В общем Сколько Услышало Людей О том Что мы Делаем То было За сотню То есть Еще Нас в церкви Объявляли Кто мы Что мы И где мы Это была Наша Команда То есть Четыре Человека Из школы Миссионерской И плюс Мне разрешили Двоих Взять из моей Церкви Из моей Команды Чтобы они Помогали Нам Они были С нами В лагере Они помогали Проводить Тренировки Лагеря С детьми Быть Быть В группах То есть На всех Этих Мероприятиях Это Площадка Вот это Церковь Куда мы Приехали Это Лагерь Детский Мы там Проводили Вот сколько Было Детей Если в общем Взять количество То 30 Детей Было Было Изучение В каждой Группе У меня Был Возраст Где-то 10-12 Лет У Андрея Был Возраст До 8 Может 9 Лет Там Вообще Маленькие Детки И У Сони Нас Было 4 Сони Были Старшие Все Старшие Девчонки И У Васи Где-то Тоже Там Было 10-14 Лет Да Во время Этого Всего Мы Имели Наше Общее Изучение По Сексуальности Библии То есть Мы Изучали Там Тоже По 40 Минутному Курсу И Вот У нас Такие Были Дети То есть Они Тоже Они Не читать Ничего Так Как Андрей Говорил То есть Мы Тут Проводили Все Знаете Готовились К Этому Лагерю Но Мы Приехали Мы Понимали Дети Читать Не умеет У нас Только В руках Учебники Но Мы На церкви Мы Находим Там Всякие Подделки Бумажки И Мы Просто Начали С ними Где-то Рукоделье Делать И Какой-то Досуг Чтобы Быть С детьми Им Это Очень Нравилось Тоже Флорбол Использовали Это Была Моя Группа Если Так Взять Это Группа Софии Девчонки Это Группа Васи И Группа Андрея Тоже Такие Малыши Это В общем Наша Такая Конец Лагеря Мы Там Тоже Играли Там И Проводили Для них Игры Здесь Видео Я не знаю Наверное Можно Видео Включить Обращайте На Чудеса Божьих Внимание Укрепить Ваши Внимание И Оставай Я 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Да, и тоже коротко расскажу, это было первое событие, это было... У нас все коротко рассказывают, так что я могу рассказывать, сколько хочу. Первое это было, ну, я думаю, вы обратили внимание на погоду. Это первое божье чудо было, когда мы детей облили, это было просто вот мое желание огромное, сделать водный день. но все дни, но все дни, все пять дней был дождь. И делать водный день в дождь, это тоже как-то не хотелось сделать, но мы молились, и я проснулся в последний день от того, что мне солнце бьет в лицо, и мы вышли, и была очень жаркая погода. Бог благословил просто тем, что мы могли провести очень хорошие такие игры для детей. И в конце мы просто сделали для них общую встречу, где мы рассказывали, как мы покаялись. Мы играли, пели песни, там сделали пиццу, и рассказывали, как мы покаялись, как мы пришли к Богу. И второе это миссионерский поход, это вот нас четыре человека было, которые мы пошли тоже добирались автостопом, добирались кто как мог, добирались очень быстро и очень круто. Действительно было такое желание и такое ободрение внутри, и мы задавались вопросом себе, ну а что здесь сложного? Ну миссионерский поход, там как-то Георг рассказывает, думаю, ну вообще ничего сложного нет, там тебя довезли уже все. Думаешь, люди добрые, все хорошо, зайдем в дом, будем жить, еще останемся, не знаю, там на год. Но когда мы приехали, это фотка была сделана тогда, когда все остальные группы уже скинули нам фотки, что их приняли в дом, они уже едят, они уже, то есть это фотка, и мы это уже где-то может часов 7-6, мы уже обошли все село, и мы ничего не нашли, нас нигде не приняли. И мы начали тоже изучать, мы начали проводить изучения личные, но потом мы нашли работу себе, мы просто говорили, дайте нам что-то, ну сделайте хотя бы, чтобы мы поели. Мы нашли, это было камаз, мы его разгрузили за минут 5-7, мы так хотели есть, что мы его разгрузили, ну нереально быстро, мы потом сами были в шоке. Это вот эта семья, если взять просто тоже Антон, который директор в Украине, то он нам отправлял нас с Матфея 10 главы, где Иисус посылал учеников, и он говорил там о доме мира. Мы нашли этот дом мира, вот эта семья, она очень была открытая, и мы с ними очень сильно работали, и были там. Мы у нас тоже были планы, там другие группы скидывали, что они проводят площадки детские, там уже играют, в церкви заходят, и у нас тоже, давайте, мы площадки, все, и у нас ничего не работает, никто не хочет, никто не открывает, и все закрытые. Но мы нашли эту семью, и мы поняли, что это дом мира, в котором мы должны остаться. И мы у них, в этом селе, мы у них там и ели, и жили, и мы там убирали, там три или четыре года, там этот дом, он не ухаживался, там яблок было, просто ты заходишь, и все в яблоках, все в сорняке, все вот так вот, где я стою, это мы уже почистили, там вот эта вся площадка была, как кость ростом деревьев, не просто травой, а деревьев. И мы вырубывали, мы целый день работали, но эти, это, я говорю, этот, я их называл дом мира, они насколько были открытые к нам, что они нам и мороженое приносили, по два мороженого человека, там и квас, и воду, они просто говорили, вау, ну супер, мы очень рады. Они, у них был сосед, и вот это вот человек, с которым Бог еще тоже дал где-то так поработать, и рассказать ему больше Евангелия. И в итоге этот человек и покаял, ну он произнес молитву покаяния, он наблюдал за нами, он говорил с нами, он просто, когда мы изучали, он не хотел уходить, он говорил, я хочу быть с вами, я хочу слушать то, что вы изучаете. И вот это его брат, он рассказывал, вот это, он там пьет, а этот у него инсульт, то есть тоже два братья такие, которые еще живут вместе там, но у них реально тяжелая такая жизнь. Если взять, то статистика по детскому лагерю, которое было первое происшествие такое, то 30 детей услышали Евангелие, изучали Слово Божие, и двое захотели дальше изучать Библию и ходить в церковь, то есть они оставили своими номера телефонов, они захотели дальше быть. И статистика миссионерского похода, то около 25 людей услышали Евангелие, и о нас, как о миссионерах, пять человек имели близкую работу, то есть вот эта семья и соседи, с которыми мы работали, и вот этот человек произнес молитву покаяния. То есть вот такая работа была. Дякуймо тебе, Антон. Я хотел бы запросить зараз іншого Антона Тимонишина. Да. Ну я вам скажу, что вы почти миссионеры, вы практически на всех походах сразу побывали, извините, что так получилось. Ну просто, я думаю, если вы в следующий год пойдете все, вот, хотя бы 10% из всех, кто тут есть, вы не зря слушали, вы не зря были, поэтому мы с радостью хотим вас пригласить всех, да, кто хочет волонтером, кто хочет испытать свою веру, кто хочет действительно попробовать, что это такое. Поэтому, ребята, они просто были под впечатлением, и спасибо, что вы их выслушали, да, и я хочу, чтобы вы не только слушали, но теперь, чтобы вы, давайте так, кто хочет на следующий год пойти? Ой, сколько рук. Сколько рук? Даже 10% не мог. Вот видите, вот когда говоришь именно про миссию, хотя бы в Украине, да, насколько это сложно, да, кто-то говорит, что это очень просто, но когда ты реально стыкаешься с этим, поэтому я вам скажу, что это наша задача, это наша цель, чтобы подготовить молодое поколение, знаете, которое сегодня не в Польшу едет на работу, которое не на Мавицкие поля, и идут искать счастье, но которые готовы сегодня посвятить свою жизнь Богу, поэтому если в ваших церквях есть такие люди, отправляйте их, пусть они будут примером для других, пусть они будут вдохновлять вас самих, пусть они действительно будут достойной заменой других людей, да, потому что если после нас никого нет, то, к сожалению, оно рано или поздно умрет, поэтому благословляйте молодых ребят, которые хотят, которые горят сегодня еще, и которые еще действительно хотят жить для Бога, давайте мы встанем, помолимся за эту школу, за этих ребят, и благословим их, Бог, дорогой наш Господь, мы, Боже, рады, что Ты Бог, Господи, Который призывает молодых людей сегодня, по-особенному Тебя хочу благодарить, за сестру Мию, за Василия, за то, что Ты когда-то, Боже, дал им это видение, за то, чтобы была такая школа сегодня в Украине, Боже, много нужно было поработать, много молитв было, много работы, и я благодарю Тебя за всех, кто прикоснулся к ней, кто молился, кто участвовал, Боже, Боже, благодарю Тебя по-особенному за ребят, которые посвятили, может, лучшие месяцы своей жизни, Боже, лето, не работы, но они посвятили свою жизнь тут, миссии, Господи, благодарю Тебя за постарей, за церкви, Боже, которые благословили их, которые помогали, участвовали, Боже, в их жизни, и теперь хочется их благословить и вернуть их назад, Боже, чтобы они там были достойной наградой, Господи, каждой церкви. Боже, благослови их будущее, этих ребят, семьи, Боже, чтобы ничего на пути их не стало, Боже, что могло бы их остановить в их жизни. Боже, благослови, чтобы молодое поколение Украины, оно имело такое видение красивое, чтобы они могли посвящать свои жизни Богу, чтобы они могли приходить, обучаться и работать, Боже, на Твоем небе. Спасибо Тебе, наш драгоценный Бог. Мы поклоняемся Тебе и славям. Аминь. Аминь. И сейчас я хотел бы... Можете займати місця? Еще у нас трешечки часу, мы вашего еще затримаем. Уже такий прощальный вечер, мы мусим это сделать. И мы хотели бы вас ознайомить с нашими социальными сторинками, тому микрофон передаю Віталіку. Да. Всім привіт. Піднимите, будь ласка, руку. Хто має телефон мобильный? Хорошо. Аккаунты в Фейсбуке або в Инстаграме? Дуже хорошо. Хотел бы познайомить присеп в интернеті, в социальных мережах. Які в нас есть сториночки? Потому что люди подходят, всі питаются, где можно найти новини, подивиться життя, что происходит, какие події. Первое. Это Инстаграм. Знизу, то, что по маранчевым написано, вы можете сейчас фотографировать, в кого есть телефоны. И заходите, подписывайтесь на Инстаграм, Присепт в Украине. Там всі новини, там всі видео, там всі пости, всі плани, какие есть, фотографии. Вы можете найти там, саме там. Давай дальше. Так само. Присепт в Фейсбуке. В кого нема в Инстаграме, можливо, кто-то в Фейсбуке. Оранжевым, знов написано. Ви в пошуку вбивайте. Присепт Министерс Юкрейн, да? І шукаете цю сториночку. Там будуть фотографії з фестивалю. Там так само події, там відео. Все на цих сторінках є. І ФНЛ. В Инстаграме. Хто хоче поступити, хто хоче, можливо, підписати друзів, ще показати, хто хоче слідкувати за життям і ФНЛа, за баченням, як ідуть групи, як іде цей процес. Інстаграм, Фейсбук, да? Сфотографуйте. Ну, можете сфоткати собі. Як шукати, по яким, ну, назва, назва сторіночки. Даліше, наступне. Місіонерська школа. Місіонерська школа, так само, от, IMS, Флорбол. Підпишіться, подивіться, оте, що розказували хлопці, то воно все є там. На русском, да? Я понял, що мені потрібно на русський переходити. Сейчас все, хто займається Флорболом, хто планирує займатися Флорболом, сейчас вышел новий канал, он назвається «Тренер по Флорболу». На этом каналі будуть записуватися видео, як проводити тренировки, як привлекати дітей, як робити упражнення, як набирати команди, як робити турнір, як робити флорбольні лагері. Взагалі роботи, будуть свидетельства з інших команд, з інших тренеров, як йде служення. Тобто йде служення в інших командах. Тобто й підписуйтесь. Все це на Ютубі. Все, хто займається Флорболом, все, хто йде желання займатися Флорболом, підписуйтесь на этот канал. Уже є видео в головних ролях Рома і Давіда. Не будуть учіть через соцсети. Це дуже хороший інструмент. Кто не може приїхати нам, сюди, смотрите там. Очень багато полезної інформації. На цьому новому каналі. І ще один, останній. Последній. Щас, секундочку. Многі спрашивали, записується видео, де вони будуть? Все видео, все полностью видео Дэвида, все полностью свидетельства із школи, все песни, все, що було здесь, оно все записується. І все це буде на Ютубі, можна посмотреть, сохранити і увидеть. Увидеть, може, себе. Присеп Министрис Євразія називається канал на Ютубі. Також підписуйтесь, іщите. І будем раді вас там видіти. Дякуємо тобі, Вітальчик. І зараз для нас приготували особливий подарунок наші меншенькі, братики і сестрички, наші дітки. Тому увага знову ж таки на екран. Дякую за перегляд! Три дня в п'ятьде сидел, сидел три дня. Раз, два, три! Лишь Божье слово расскажет нам о том, какой огромный рожей построен он, а потом шел дождь. Радуга покажет нам, верен Бог всегда, верен Бог всегда, и радуга покажет всей земле, весь один лишь путь, это і ісусь. 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 Псалом 134, 6, і відео дня. Дякую! 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 а а а у и и а его а и и и и I will trust in you. 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 You are a reader. Когда мы начинали фестиваль, я читал один стих, когда Наимень, она говорит, я вышла отсюда с достатком, но возвратил меня Господь с пустыми руками. Так вот, с трами, брат Костел Дэвид, мы выходим с большим достатком, мы уезжаем с большим достатком, с огромнейшим, с большой мотивацией. Мы хотим, чтобы тот достаток Слова Божьего, который мы получили здесь, на фестивале, чтобы оно распространилось дальше и еще дальше намного в нашей Украине, в нашей стране, в наших городах и там, где мы все живем. Поэтому мы благодарим вас за то, что вы приехали, за то, что вы стали гостями этого фестиваля, свидетелями, и мы подписываем эту купчу, мы стоим вашими родственниками, близкими, самыми ближайшими. Поэтому Америка, Украина, Молдова, Румыния, мы ценим то, что у нас есть искупители, что у нас есть самый лучший родственник, который всегда протягивает нам руку. И что бы там ни случилось, где бы мы ни оказались, мы как одна огромная семья, мы в небесах всегда будем вместе. Поэтому хочется просто, ребята, помолиться сейчас, встать и просто прославить Бога нашего за то, что Он соединил нас с Своим искупителем, Своей кровью драгоценной и за то, что мы есть сегодня друг у друга. Дорогой наш Господь, Божий Отец наш, просто хочется иметь всегда такое благодарное сердце за то, что Ты, Боже, поместил нас в одну великую семью. За то, что, Боже, в Твоем искуплении Ты не смотрел никогда на наши лица, Боже, Ты не смотрел на то, насколько мы дороги, близки были Тебе. Ты пришел в нашу жизнь, Господи, выкупил нас из этого рабства греха, Боже, и поместил в свою большую семью. Боже, я Тебя по-особенному благодарю за то, что мы сегодня знакомы, Боже, с сестрой Мии, братом Костелом, за то, что Ты когда-то дал такую веру в ее сердце. И она приехала сюда, и жизнь Украины, наша, по крайней мере, точно изменилась. Боже, спасибо Тебе за Дэвида, за его маму, за Кей, за то, что, Боже, настолько красиво это слово, оно взросло и воспитало их. За то, что сегодня это слово, оно может служить, Боже, многим странам, многим людям. Боже, по-особенному благодарю Тебя за Василия, за то, что была такая идея школы. Боже, за Алика с Оксаной, Боже, за то, что они когда-то откликнулись и поехали туда, там, где ничего нет. Боже, и много лет они уже здесь, на Украине, и каждый год мы их видим. Боже, благодарю Тебя за такой золотой голос с Треми, Виолетту, Боже, с Адрианом. Боже, благослови их жизнь, служение, Боже, дай их многих лет жизни, еще здоровья, силы, чтобы мы и в будущем могли смотреть, Боже, может, когда уже даже наши дети будут продолжать это служение, Боже, мы могли наслаждаться этим подвигом. Мы хотим, чтобы наш род, он был благословенный, чтобы было продолжение, чтобы была сила и крепость, и мудрость, Боже, которая будет управлять, Боже, всем принципом, который есть и в Украине, и в Америке, и по всему миру. Спасибо Тебе за каждого, кто приехал сюда, Господи, и мог слышать это Слово, мог видеть то, что происходит сегодня в Украине и по всему миру. Благодарим Тебя по-особенному. Благослови нашу страну, Господь. Завтра день независимости, Боже. Хотим, чтобы наша страна, она была независима от греха и посвящена, Боже, Твоему Сыну Иисусу Христу. Благослови, Господи, чтобы в нашей стране был мир, покой, Господи. Чтобы Евангелие проповедовалось и чтобы люди спасались. Чтобы они были учениками, Боже, для Твоего Царства и могли жить, Господи, поклоняясь Тебе. Спасибо Тебе, наш Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вечер, когда рядом мой Спаситель. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! В августе мы встречаемся и мы рады были провести это время с вами, но через год мы надеемся увидеть вас снова. Будут даты, будет тема, вы следите, вот Виталик рассказывал в соцсетях, где можно увидеть это все. Смотрите, следите, там будет появляться информация, где будет происходить, когда это будет, какая тема будет. Поэтому мы ждем новой встречи с вами. Ну все, еще хочу сказать, что мы вам дякуем, вы лучшие, мы вас любим, и ведущими для вас были Виталий Бакунец и Игорь Дроздан. Дякуем вам за увагу! Слава Богу! Встретимся через год! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!